Девушки отдыхают Девушки отдыхают Друзья, я нахожусь на том самом Печатниковом переулке между 9 и 11 дому Именно здесь 20 лет назад снимался фильм «Бумер» И с этой исторической ноты мы начинаем наш новый выпуск Погнали! Я не верю, что мы сейчас ее забираем «Бумер» «Бумер» «Ни фига себе» «Не хотела противотуманки» «О май! Это что за трансформер такой?» «Я прям готова мацать этот селектор КПП» «В смысле?» У нас она уже потекла при виде тебя 5,4 литра, между прочим И она его прям не подводила, да? Подводила, конечно, это же БМВ «Отделка нищетой» опция, так и записано «Вот это сделали мы, а то делали они, понимаешь?» «Машина на газу, ребят!» «Ну нет, я не буду тебя расстраивать» «Ну я... вашу мать!» «Ребят, вы просто гляньте, какие тачки завозят БГТ» «Просто это какое доверие к БГТ, что завозят такие вот раритеты» «Просто мастерпись, посмотрите, как она выглядит» «Как какой-то космолет» «Ставь лайк, если бы катался на ней» «Ангелин, что происходит?» «Я не верю, я не верю, во-первых, потому что вот меня снимает этот человек» «Йо, ребят, сразу гираю лайки, комментарии, лайки под видео» «Он за это время настолько поднялся, что купил себе что?» «БМВ» «И сейчас он мне его покажет» «Пипец!» «Вырос, парень» «Очень нравится цвет мне» «Покрути значок» «На Rolls-Royce» «Что, реально? Охренеть» «То есть он стабильно остается, да?» «Пока ты двигаешься» «Тапки вообще, цвет бомба» «А вы гляньте салон, ребят» «Даже пахнет» «Ну, типа не пахнет тачкой, которая овер дофига прошла» «Посмотри, вот эти» «Это что?» «Афигеть» «Это МБЦ ЭВА с карплеем» «Ну, это попахивает каким-то 20-м годом, да» «Да, да» «Какая-то вот от нее, вот, видишь» «Джи» «Очень круто» «Знаешь, что там еще есть» «Массаж сидений» «Нет, массажа нет» «Есть другая штука» «Заходим в силикон» «Оп, оп» «Афтозапуск» 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 «В любом месте, типа, где она есть» «То есть ты зимой не будешь садиться в холодную машину, холодной попой» «Да» «Если, допустим, надо девушке забрать из машины какие-то вещи, а ты в доме» «Ты можешь не спускаться, не передавать ей ключ» «Она, допустим, приехала и просто взяла то, что ей надо» «О, Боже, какой мужчина» «Это просто невообразимо круто» «Три литра, она как бы, ну не как твоя валит, конечно, но едет» «Ну офигеть, сколько взял» «Миллион семьсот пятьдесят, и потом в первую же неделю вошел полтосик, поэтому можно считать 1,8» «Это отличная цена, я очень рада» «Короче, любой человек, который на меня работает, если он уходит от меня, он резко поднимается» «Вообще, на самом деле, если бы не ты, я бы не взял такую тачку» «Конечно, у тебя не было бы БВ головного мозга» «Я вот покатавшись с тобой на шестерке, понял, что это вот именно то, что мне надо» «Ты уже и ру перешил» «Он кунапе, да» «Но это все было, предыдущий владелец, он просто сумасшедший» «Задрот он был, да» «Давайте порадуемся за Коля в комментариях и поставим жирный лайкосик на этой неделе» «Прям вот от души, ребят» «Ммм, это точно не подходит» «И это тоже» «О, а вот отличный вариант» «Ой, киндер, его тоже тут» «Вам зашел видос подбором тачек для гостей, поэтому я решила присмотреть на авито машину своему следующему гостю» «А перед тем, как договариваться о просмотре, проверяю отчеты в автотеке» «Это сервис для проверки автомобиля с пробегом по ВИНу или ГОС-номеру» «Это супер удобно, сейчас расскажу почему» «Все мы знаем, что при покупке авто очень легко встретить недобросовестных продавцов, которые скрывают важные детали» «Думаю, вы понимаете, о чем я» «Но теперь можно легко обезопасить себя от обмана, проверив отчет в автотеке» «Здесь собраны все необходимые данные о ДТП, залогах, ремонтах и скрутках пробегах, в которых нет других источников» «Чтобы вы понимали, можно проверить даже данные о европротоколах и расширенные данные ДТП» «За эту фишку хочется отдельно поблагодарить автотеку, ведь такую важную информацию, собственно, нигде больше и нельзя найти» «Не хочу быть голословной, поэтому покажу вам все наглядно» «Для нашего гостя я присматриваю BMW 3» «Смотрите, вроде очень даже симпатичный вариант, теперь купим отчет, а вот и недостатки» «Мы сразу видим, что машина была в ДТП и видим даже конкретную дату и время, во сколько она была в ДТП» «Смотрим повреждения, капот был поврежден, лобовое стекло, крыло со стороны водителя и передний бампер» «Вы только гляньте, можно даже посмотреть стоимость ремонта с просчетами и детализацией работ и запчастей, а также историю эксплуатации, когда, например, были ТО или сервисные плановые работы» «Круто!» «Кстати, это объявление я нашла на Авито, но в автотеке можно проверить любые другие объявления, не только с Авито» «Берите на заметку, ссылка будет в описании, используйте промокод DRIVE20 и один отчет вам достанется со скидкой 20%» «Прямо сейчас я возьму Е38, спустя 2 месяца после того, как мы ее забрали у Жени, я ее возьму и поеду на ней в город» «А вы спросите, блин, Агина, что за херня-то, я ее уже забрала у Жени, все должно было быть хорошо, типа, окей, ты даже подписчиков катала» «Ребят, нет, так это не работает» «Я ее забрала, и она встала уже в главном филиале БГТ еще на два с половиной месяца» «Забрали мы ее 3 мая, сейчас 12 июля» «И только сейчас я могу на ней выехать в город» «А почему?» «Узнайте чуть позже» «А сейчас я просто хочу подойти к ней» «Шлепнуть ее» «И просто вот так обнять» «Привет» «Да ну» «Охренеть, да» «Но это типа ты не с той стороны смотришь» «Да ну» «Ты посмотри вот сюда на карты» «Ты просто глянь вот сюда» «Вот сюда глянь» «Вот на тот монитор, который загорелся» «Охренеть» «Здесь пахнет лучше, чем в твоей тачке» «Супер и собрали» «Я просто не верю, что мы вот сейчас ее забираем» «И все официально я могу кататься на ней» «Как я хотела на ней покататься» «Я вот сейчас буду этим заниматься» «Просто дрочить эту машину две недели» «Охренеть» «Какого числа мы с тобой ее купили в Беларуси» «Двадцать первого сентября мы купили» «Сейчас июль» «Ле» «То есть еще два месяца условно» «Полтора месяца» «И будет год» «А сколько мы планируем делать ее?» «Типа месяц? Три» «Рассказывай, что сделано по салону» «Потому что из моих воспоминаний я не вижу родного ничего» «Коля, я не хочу здесь» «Я хочу вот просто прыгать на соседнее кресло, на пассажир» «И мы поедем, просто поедем, ладно» «Ну нет, я не буду тебя расстраивать» «Чего там?» «Коля, чего там?» «Подожди, сделай свет, как он был изначально» «А где габариты?» «Нет, подожди, вопрос не в этом» «У нее в момент, когда я ее завела, вот так вот моргали фары под такт двигателя» «Это типа не норма» «А если вот так?» «Нет» «Что за х**а?» «Я так за**алась» «У меня две тачки здесь стоят, и я ни на одной из них не катаюсь» «Ну, е**, вашу мать» «Сейчас будем разбираться» «Вы спросите, а в чем, собственно, проблема, Ангелин? Зачем так срываться?» «Ну, оптика подвела чуток, ну с кем не бывает» «Все остальное же хорошо» «В том-то и дело, мои хорошие, что ожидания уже который раз не оправдываются» «Давайте начнем с предыстории и пойдем по хронологии» «Обещаю быть предельно честной» «Итак, 3 мая я торжественно забрала бумер от Жени» «Показала его подписчикам» «Глянула сама и выяснила, что машина еще сырая» «Где-то неприключенные болты, ободранные дверные карты, потеки ЛКП и сколы» «Остались проблемы с электрикой» «В общем, почти везде мелкие недоработки, машина далека от идеала» «И разыгрывать ее в таком виде моя совесть не позволила» «Я оставила ее на попечительство главному фериалу БГТ «И мы договорились, что они ее доведут до состояния комар носа не подточит» «На это мы пожали руки» «Вы скажете, Ангелин, а Женя почему не довел работу до логического завершения» «Для начала нужно сказать, что Женя огромный молодец» «Как минимум потому, что из этого он смог извоять это» «Если говорить в целом» «А так, дело в том, что Женя хорош в глобальных работах» «Разобрать и собрать машину до болта» «Сварить кузов, шампур и так далее» «Но что касается деталей, лучше передать ее ребятам, которые занимаются конкретно поставленными задачами» «Детейлерам, чтобы привести ее в идеальный внешний вид» «Электрикам, чтобы они разобрались в блуждающих проблемах с электроникой» «Кожевиннику, чтобы он локально отреставрировал кожу в салоне, где это требуется» «Короче, раскидали задачи по спецам, каждый из них по отдельности должен лучше справиться» «И все они трудятся под одной крышей» «Крыша БГТ» «И так, шел первый месяц, шел второй» «Я томилась в ожидании, ведь мне так хотелось катать на бумере летом» «Прочувствовать заслуженный кайф от машины» «И уже выучить ключи от бумера кому-то из вас» «Но нет и нет» «Каждый раз, когда я навещала тачку» «Каждый» «Меня что-то смущало» «То тут, то там вылезали болячки» «И вот спустя два месяца я приезжаю забирать машину после очередных слов «машина готова» «И вижу это, но не готова она» «И, конечно, меня это сильно расстраивает, чтобы лучше понять, попробуйте поставить себя на мое место и взвесить все» «И, конечно, вы, как никто другой, знаете, сколько нервов, денег и слез я потратила за все это время» «Ладно, смотрим дальше» «Надеюсь, счастливый конец этой истории уже близок» «Окей, я предлагаю не кривить душой и говорить все как есть» «Говорить про все дефекты, про все нарекания, которые я вижу» «Вот прям я вижу и сразу вам их говорю» «Говорю с целью, что потом мы это исправляем и доводим до идеал» «Я вижу, что сейчас руль повернут на 45 градусов направо, но почему-то машина едет прямо» «Потом у нас почему-то появляется какой-то непонятный писк, а-ля какая-то ошибка, либо непристегнутый ремень» «Но мы пристегнуты, сзади у нас людей нету, и это не электрикар, чтобы он пищал на задних пассажирах» «Мне нравится, как она валит, мне нравится, как она стартует» «Блин, она прям очень хорошо валит» «Просто танковая тяга какая-то» «Люк открывается, ты видел? А ты помнишь, как мы ехали из Минска с этим, блин, полуоткрытым люком» «Да» «И в жару, и в любой холод, где-то здесь купит он ходит» «Вот у нас первый день, когда я полностью проведу за рулем этой машины, и в этот день мы будем смотреть все минусы по ней, записывать их, фиксировать их, чтобы потом просто отдать, составить список, и вот по пунктам чисто, чтобы все это решили» «Соточка уверенная» «Давайте я расскажу вам сказку» «Жила-была девочка, звали ее Ангелина» «Она купила машину за 420 тысяч рублей и мечтала восстановить ее в идеал» «Думала сначала, что уйдет на это три месяца, ну и где-то миллион рублей» «Прошло три месяца, миллион был потрачен в первый месяц» «Она поняла, что в миллионы в три месяца они не укладываются» «И пустила все на самотек, доверившись профессионалам» «Короче, все вылилось в то, что машину делали 10 месяцев, до сих пор не доделали» «Денег было немерено потрачено» «Мне даже стыдно называть эту цифру вам» «Но что мы имеем на данный момент?» «Мы имеем мою очень сильную связь с вами» «Я не хочу привирать» «Я не хочу смотреть в камеру и думать, блин, как так вот словировать» «И выбрать слова правильно, чтобы они не подумали, что машина плохо сделана» «Я просто буду говорить прямо» «Машина не доделана» «И сейчас мы пробежимся по всем косякам, которые я обнаружила в ней за три часа езды» «Let's go» «Ну что, пробежимся по внешке» «Здесь мы видим, машина была в идеальном состоянии, то есть она была отполирована» «Но здесь из-за скотча, из-за каких-то манипуляций с ЛКП появились вот такие вот потертости как будто» «То есть здесь мы видим прям четкую линию от скотча» «Вот здесь прям идеально мягкая, а вот здесь она шершавая» «Потом подтеки» «Машина была на мойке, то есть все вот эти подтеки, которые мы видим, это все либо с крышек как-то что-то капнуло» «То есть это прям как будто чуть-чуть выело ЛКП» «И это мои подтеки на моем сердце, кровеносные просто» «Дальше» «У нас плохо все с фарами» «Не горит левый поворотник» «Сейчас я при вас заведу ее и вы увидите в чем проблема» «Хотя лампочку поменяли буквально вот только что, мы выехали с сервиса и ее поменяли» «А кто это у нас такой хороший? Это что, спойлер?» «Нет, это люк» «И он почему-то до конца не закрывается» «Причем я нажимаю на кнопку закрытия люка и он в таком положении все равно остается» «Как будто бы такой поддув» «Я его закрываю» «У нас почему-то еще не выключается центральный свет» «Он загорелся, но не вырубается» «Вот, то есть эти мы можем вырубить, а этот не вырубается» «Окей, едем дальше» «Тут у нас такая же зеркальная проблема с этим скотчем и с ЛКП» «Знаете, как будто эпиляцию сделали, но сделали ее не очень хорошо» «Молдинги у нас в хорошем состоянии, но они как будто чуть-чуть затерты» «Тут у нас по молдингам вроде как все хорошо» «Но мы смотрим сюда и видим, что тут тяп-ляп продакшн продолжается» «То есть видите этот молдинг нижний, где вот дверь, да?» «Он, во-первых, с огромным зазором, во-вторых, он как будто просто поставлен, как вот сбоку припек» «А, ты глянь, иди сюда, смотри» «Видишь, как будто он внутрь, вот туда, смотри, ближе к колесу» «И мы поднимали эту машину на подъемник» «И вот здесь вот Женя не дополировал, либо то ли не дополировал, то ли не докрасил порог» «И он очень блеклый, ближе к днищу» «Так, лючок, что у нас с лючком?» «С лючком все хорошо, дай бог, ура, боже, боже, хорошо, спасибо за это» «С лючком все хорошо» «Я не буду говорить пока, что мне нравится в этой машине, мы же идем по минусам» «По минусам смотрим багажник» «Это что такое?» «Что-то как будто не по заводу, да?» «Как будто что-то не доклеили» «Закрываем» «Здесь та же самая ситуация» «Ой, он перестал работать» «Подожди, а что за кнопка, она сама закрывается?» «Да» «И это работает?» «Да» «Вот» «Слышите звук, да?» «Давай, пожалуйста, а если его чуть-чуть подтолкнуть» «Мне кажется, у нас проблема» «Ну, очень туго идет, прям сопротивление жуткое» «Да, там, наверное, и есть сопротивление в этой гидравлике» «Багажник» «Потом у нас еще подтеки на заднем стекле» «Потом та же самая история с этим нижним молдингом с левой стороны» «Также криво-кос стоит» «Мне нравится, что вот здесь все было в идеале свежевыкрашено» «А теперь это все вот спасибо большое мастерам, которые трогали эту дверь постоянно» «Я не знаю, чем, но все исцарапано» «Как будто кошки здесь заводились» «Идем дальше» «Здесь начинается самый интерес» «Что у нас основное в машине?» «Это рулевое колесо» «И рулевое колесо у нас смотрит на 30 градусов вправо» «Колеса стоят прямо, руль смотрит вправо» «Эта история мне дико не нравится» «То есть надо сделать сход-развал, либо что-то посмотреть с рулевой рейкой, наверное» «А дальше у нас есть несколько проблем» «Машина едет и появляется очень противный сигнал» «Как будто у нас не отпущен ручной тормоз, но он у нас отпущен» «И по факту ничего не должно пищать» «Странный звук» «Но она еще потихоньку все равно живет своей жизнью» «Почему-то пищит» «Здесь есть у нас огромный зазор, который почему-то не могут убрать» «Хотя я акцентировала на это внимание» «Почему-то не убрали» «Она не встает почему-то» «Ее пытались ставить, она почему-то не встает» «Еще посмотри, здесь такой залом кожи» «Залом кожи» «Потом видим здесь тоже зазор большой» «Провода видны аж» «Каждый раз, когда говорю, что это с минусом, я хочу сказать какой-то плюс» «Но давайте плюс придержим на конец» «Дальше едем» «Климат-контроль» «Климат-контроль водительский не работает» «Воздух вообще не дует» «С правой стороны дует, с левой стороны не дует» «Вот из этих двух дефлекторов воздух вообще не поступает» «Я не знаю почему» «Ну, кстати, я не знаю почему, но вот эти вот поблекшие приемники для ремня безопасности» «Мне нравится, что они такого олдового как бы фасона» «Как будто это бы прикольно» «Я не оправдываю, мне реально нравится» «Так как стекло лобовое меняли на оригинальное» «Здесь, видимо, не совсем корректно вытаскивали стекло и как-то повредили, видите, переднюю панель» «Торпеда чуть-чуть закоцана» «И здесь видны следы от осколков» «Потом у нас проблемы с петлями» «То есть как будто бы дверь плохо фиксируется» «Ну как бы да, поняли» «Мелочь, но неприятно, да» «Задняя правая дверь, она плохо сидит, я не знаю, она плохо фиксируется» «Пойдемте покажу, как должно быть» «Ну, я думаю, разница видна, да» «Смотрим на шторку, выезжает» «Аллилуйя, я, блин, так рада, что шторка выезжает» «Это пока те минусы, которые мы нашли за 3 часа эксплуатации этой машины после сервиса» «Напомню, с 10 месяцев машина стояла в сервисе» «Как будто бы можно было все эти моменты предусмотреть и докрутить, сделать так, чтобы Ангелиночка лишний раз не расстраивалась» «Тому что женские нервы не восстанавливаются» «А далее мы отправились пропитывать нашу семерочку исторической ценностью» «Мы отвезли ее туда, где все начиналось» «А куда именно?» «Смотрите дальше» «Вообще, как мы сюда залезли, ребят» «Это частная территория» «Сюда просто так каждый левый человек не может заехать» «Видите шлагбаум» «Признаюсь честно, у нас была мысля пролезть вот тут» «Но я поняла, что сюда мы не пролезем» «Закосуем тачку, и это будет просто некрасиво» «И просто Коля в какой-то момент стоит, видит, подъезжает черный мерз» «Из него выходит девушка, и просто так должны были сложиться звезды, что она оказывается живет в этом доме» «И она открыла нам шлагбаум, потому что ты ей рассказал, что…» «Я ей сказал, что эту тачку устанавливали год, и мы хотим снять легендарный кадр из фильма» «Да, да, так и было» «И она такая, а, фильм «Бумер» тот самый, ну давайте заезжайте» «Мы заезжаем» «Потом я говорю, нам нужно поставить номера те самые 248» «И у нас нет отвертки, она такая, а нам отвертка нужна, вот нам отвертка» «И я такая думаю, блин, просто ангел-хранитель спустился с небес» «Вот как будто вот реально подсобил человек после всех этих переживаний с этой восьмеркой» «Короче, вот мы сняли этот кадр, и вот посмотрите, как она стоит там» «Как будто бы реально вот мы снимаем продолжение фильма «Бумер» «Это настолько охеренно» «Что такое восьмерка» «Е-38» «Семерка» «Ой, переписываю, Е-38, я такая думаю, Е-38, значит, восьмерка» «Мы снимаем с самого утра, у меня уже мозги кипят» «И вот здесь, стоя на этом месте, на ее родном месте, она как будто приехала домой» «К себе в берлогу», «Она поднапиталась этой исторической ценностью» «И стала ценней, чем была до этого» «Бумер, нифига себе» «Да, ребят, высечете фишку» «И она просто приехала и поднапиталась, вот просто вот вкачала в себя эту энергетику» «И теперь она не тот бумер, которым была еще день назад» «Теперь это вообще другая машина» «Ну, как будто бы лямочку накинуть можно теперь, да» «Ну вот если здесь продавать, в этом месте конкретно, типа, знаете, сделка» «Навидно» «Да-да-да» «Сори, ребята, розыгрыш от меня» «Ладно, не, шучу» «Не, прикиньте, вот так вот вы будете стоять с ней» «Мы дадим вам номер телефона нашего ангела-хранителя Софии, который нас спустил сюда» «И вы, выиграв эту тачку, приедете сюда и сделаете с ней фоточку» «Это будет прикольно» «Многие спрашивают, когда будет проводиться сам розыгрыш и в каком формате» «Рассказываю по порядку» «Разыгрывать машину я буду осенью, как только доделают все косяки по ней» «Главный апдейт» «Победитель будет не один человек, а девять» «Да, вы не ослышались» «Целых девять» «Выбирать буду самым прозрачным и честным способом» «Рандомайзером чисел» «Все участники занесены в таблицу» «Каждому участнику присвоен уникальный код» «Он, если что, отображается в личном кабинете» «По которому и будет проводиться розыгрыш» «Рандомайзер определит девять победителей, которые будут участвовать в равной борьбе за машину» «То есть представьте, до этого шанс был один на десяток тысяч» «Теперь же шанс забрать семерку увеличивается в девять раз» «И абсолютно неважно откуда вы, Москва, Владивосток или Ереван, любой город, любая страна могут участвовать» «Всех победителей обеспечим билетами туда и обратно и проживанием, если вы не из Москвы» «Что за борьба?» — спросите вы «Пока это секрет» «Но успокою вас, это не игра в кальмара или на выживание» «Все куда проще и интереснее» «Пусть пока это останется в тайне для интриги» «Главное, что нужно понимать» «В конце кто-то станет счастливым обладателем машины, оценочная стоимость которой в районе 4 миллионов рублей» «А историческая ценность бесценна» «Будь я на месте любого, кто смотрит и слушает это сейчас, я бы прыгала от радости» «Участвовать в розыгрыше можно, купив кусочек кожи по ссылке снизу» «Пока участие стоит 250 рублей, через неделю прайс вырастет в два раза и будет уже 500» «Поэтому не затягивай, прошу» «Можешь поставить видос на паузу и прыгнуть по ссылке прямо сейчас» «Как будто эти моменты не такие уж и глобальные, это же все можно исправить быстро достаточно» «Да, но как будто бы можно было сделать так, чтобы я приехала и этого уже не было» «Я непридирчивый человек вообще, но когда тебе каждый раз говорят, ну еще чуть-чуть, ну сейчас будет готово, все будет в идеале» «И даже не я являюсь, знаешь, основным двигателем вот этого слова «идеал» и «конвейер» и «как в заводе» «Просто исходя из подхода к машине, когда все разбирается до болта, она была до кузова полностью вся разобрана» «Для чего? Для того, чтобы она была собрана так, как она должна быть» «И когда появляются вот эти мелочи, которые мы с тобой видим, оно все из мелочей как бы в итоге и впечатление складывается» «Здорово, бандиты» «Давай ему покажем, ну просто какой-то рандомный чел, найдет ли он какие-то косяки» «Давай» «Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов» «Здравствуйте, меня зовут Ангелина» «Здравствуйте, Артем» «Очень приятно» «Вы обратили внимание на эту машину? Вы знаете какую-то ее историю, там, Е38БВ, да?» «Е38БВ, да?» «Е38БВ, да?» «Как она вам со стороны?» «Ну, такой аккуратненький взгляд, я редко только в 36» «Мы просто как раз разговариваем о дефектах этой машины, потому что я ее отдала на полное восстановление, бухала огромное количество денег» «И мне вот интересно, вы найдете какие-то дефекты в ней?» «Ну, я не профи, не специалист» «Я на самом деле вас знаю» «А, вы знакомы с моим творчеством?» «Ну, да» «Можете посмотреть сначала ЛКП и внешку?» «Давайте попробуем» «Может быть, я просто придираюсь, так, знаешь, хочется какой-то объективного мнения какого-то» «Вы можете на мою машину посмотреть, я не перфекционист, мне главное, чтобы по технике все было классно» «И по телу противотуманки» «Вы даже этого не заметили» «Легко решаемая проблема, но она портит в целом весь вид машины» «Что мне нравится? Оригинальность, в принципе, аутентичность сохранена, насколько я вижу» «То есть нет 22-х колес, нет Michelin Pilot Sport 4» «А Раджан поехал» «На Ферати» «Ну, вот, например, эта вот деталь явно бэушно использована, можно было бы восстановить» «Найдена» «Ну, наверное, как-то или восстановить эту, или найти новую все-таки» «Ну, мне нравится, я не люблю придираться» «Хром тоже не новый явно» «Да» «Ну, это шпаклевка просто, видать, как ее полировали, полироль осталась» «В принципе, убирается сразу, если речь идет о хорошем сервисе, либо на мойке на ближайшей» «Опять же, за отдельные деньги, обычной мойкой это не уберется» «Кстати, вот как вы думаете, сколько в нее было вложено денег?» «Ну, я не видел ее исходное состояние, но если речь идет о том, что она разбиралась, собиралась» «Это уже 200-300 тысяч, покраска это еще 200-300 тысяч, плюс запчасти» «Я вангую полтора-два миллиона» «Что, больше?» «Ну, в районе пяти» «В районе пяти» «Ну, вот как всегда так, думаешь, что два вложишь, вкладываешь пять» «Опять же, подход, музейное состояние – это одно» «Музейное» «Задача была сделать в музее» «Ну, а это не музейное, это «Янг таймер», назовем так» «Это машина, которая для эксплуатации, в принципе, предназначена» «Ну, вот здесь вот окислившиеся тоже такие вот вещи» «Это же все меняется, если музейное состояние» «Кстати, это факт, да» «Но это недорого стоит причем, пять тысяч максимум он стоит, а то и две-три» «Артемий, обратимся к вам» «Как будто если ты машину делаешь в музей, вот этого не должно быть» «Вот этого» «А, ну это вообще грязь какая-то» «Это прям неуважение к себе, к специалисту и к своему клиенту» «Вот, правильные слова» «Как она в салоне, вот запах ее, как она выглядит в салоне» «Комплектация средненькая» «Ничего плохого нет, все нормально» «Руль нормально изношен, зато оригинальный» «Какой у нее пробег оригинальный? Известно» «За 200-250» «Ну, в то время кожа была такая, как на моей шестерке» «Но это не с нее, это не оригинальные руль, это специально купленный из японской машины руль, которая пробегала что-то 30 или 40 тысяч километров» «Но нет, он так не должен был износиться за 30-40» «В то время кожа в BMW была такая, что 150 тысяч, наверное» «Вот этому рулю» «100-150 тысяч точно» «У меня на шестерке оригинальный руль, там 106 сейчас тысяч пробега» «И он как новый» «В сравнении с этим» «А у шестерка это какой кузов?» «Е-63» «Какого года она?» «Восьмого, 2008-го рестаник» «Но они делали с 2004-го» «А у вас М6?» «Нет» «Обычная шестерка» «Обычная шестерка» «Ну, так что, какой у вас вердикт?» «Ну, смотря какая цель ставилась» «Я не знаю» «Если цель – музей» «Идеал получается» «Да» «Точно не больше семи» «Это еще, кстати, божеская цель» «Но я не хочу выступать в роли инквизитора» «Елена Летучь» «Неплохо» «Классно» «Классно с колесами» «У меня нет вопросов к кузову» «Ну да, есть там не новые детали по хрому» «По молдингам» «Это вот как раз пару баллов и снимает» «А вы были бы рады выиграть эту машину?» «Выиграть» «Ну да, чтобы она вам досталась» «Конечно, мне нравится, ей присталось» «Что нужно делать?» «С кем переспать» «Спасибо, Артемий» «Спасибо за вашу оценку» «И что согласились под сняться» «Хотел еще отдельно сказать тебе, ты большой молодец» «Ты хороший путь проделала» «В правильном направлении развиваешься» «Спасибо большое за оценку моего творчества и этой машины» «Пойду кофе пить» «Минусы мы поковыряли» «Надо же и на плюс обратить внимание» «Я же не какая-то Елена Летучая, которая должна захаять все и вся» «Открываем» «Начинаем с салона в этот раз» «Во-первых, мне очень нравится, как сделали дверную карту» «Именно как ее сделали, отделка просто сумасшедшая» «То есть мы купили четыре разные дверные карты с разных машин» «И поставили все это на эту машину и дополнительно сделали реставрацию» «То есть эти углы, они были просто все в смятку» «Они были вот такие взъерошенные, непонятные» «И теперь это просто идеально» «Вот это реально идеально выглядит» «Очень хорошо» «Все зоны для хранения в отличной сохранности» «Вся кожа очень хорошо отреставрирована» «Потом все кнопки работают» «Но никто на слово мне не поверит, поэтому я машину заведу» «Опа» «Просто очень-очень все плавно и хорошо» «Потом мне нравится, что здесь мы сделали не с кожаной отделкой, а вот с отделкой декоративной» «Посмотрите, как это красиво выглядит» «Цвет подобран просто в идеал» «Какая была тачка в бумере» «Мы пытались найти кадры из бумера, где виден салон именно в этой области» «И нашли» «И вот, как вы видите, у нас такое красноватое дерево здесь» «Сразу хочу сказать, что это не дерево» «Это аквапринт, но не дешманский, а по самым последним технологиям сделанный» «Настолько качественно, что рисунок здесь прямо отображается, как будто это дерево» «То есть не знаток не сможет понять, что это не дерево» «Торпеда в хорошем состоянии» «Ее отреставрировали, отхимчистили тоже как могли» «За исключением вот тех проблем» «Вот это жесткий минус, все остальное в торпеде мне нравится» «Тут, как мы видим, тоже все было отреставрировано» «Все кнопочки поменены и они взяты с новой машины» «Потом я получаю эстетический кайф» «И механически открываю подстаканники» «Просто гляньте, как они отъезжают» «Еще раз» «И ты ставишь сюда свой кофе и едешь такой, едешь» «Потом я, вот, вот я не знаю, как еще по-другому сказать» «Но я прям готова мацать этот селектор КПП по полной программе» «Потому что вы только гляньте, какой он красивый» «Он мега красивый» «Тоже здесь аквапринт и замша» «Здесь все было тоже отполировано, поэтому все открывается, закрывается» «Новая, абсолютно новая консоль была заказана» «Поэтому здесь все кнопки и места для хранения в рабочем состоянии» «Мы искали долго этот BMW-шный руль и мы его нашли» «Ну, вроде как, нет, он не рабочий, но, как минимум, его вид уверенный» «Вот тут, как будто делает из вас такого важного дяденьку» «Который постоянно вентилирует вопросы, там, обкашливает все» «Окей, едем дальше» «Мне очень нравится, как мы сделали козырьки и как мы выполнили потолок» «Ты знаешь, что мне нравится?» «Когда говорим о косяках, эти сотрудники и вообще компания должна понимать, что и как» «Когда мы говорим о хорошем, мы сделали» «Да, мы сделали козырьки, Коль, вопросы нет» «Мне очень нравится, что козыречки у нас в замше, а вот это идет в оригинальной BMW-шной ткани» «И вы просто гляньте на сиденья, они же такие красивые» «И это оригинальные BMW-шные сиденья с японской машины, которые были отреставрированы» «Кожа была перетянута, то есть она была отпарена, натянута заново» «Вот это тоже все заломы были убраны» «Вот то сиденье вообще в идеале, как будто на нем никогда никто не сидел» «Вот это вот кожа телящая, мы добивались того, чтобы ее оставить, потому что такой кожи уже не производят» «Вот эти вот резинки, они ссыхаются со временем, и их еще вдвойне сложно найти» «Но их нашли и их поставили, поэтому они прям, знаешь, как силиконовые губки такие» «Пэм-пэм» «Но сзади вообще красота, сзади у меня нету никаких вот предъяв к этой машине» «Как будто бы вот сзади все хорошо» «Надо было мне просто никуда не смотреть, сразу садиться назад и ехать куда-то» «Сзади прям хорошо, и кожа, и рожа, и коврики, кстати, новые тоже оригинальные мы заказали» «Потом мне нравится состояние багажника, именно как место для хранения» «Ну вот посмотрите, какая красота» «И вот здесь все чистенько, чистенько все» «Все хорошечно» «Вот это сделали мы, а тут делали они, понимаешь» «Еще я дико горжусь вот этим молдингом» «Вот это идеальный молдинг, вот он новый» «И просто гляньте в него, вот можно просто брать помаду и краситься вместо зеркала» «Пожалуйста» «Сегодня у нее выходной, она просто работать не хочет» «Солнце выглянуло, она сразу так расслабилась» «Давай, моя хорошая» «Номера еще зачетные как будто, да» «Ну что, а теперь мы переходим сначала к тапкам» «Тапки оригинальные» «Вот это 16-е тапки, очень красивые» «Вот они сделаны со вкусом, со стилем и как должно быть» «Ладно, посмеялись и хватит» «Подкапотка» «Я попросила ее вытречить максимально хорошо» «Она вот сияет, светится» «И вот проводочки» «Я не вижу здесь ни одного проводочка, который вызывал у меня какое-то вот нарекание и сомнение» «Вот гляньте, вот это прям вкуснота» «Сейчас тачка двигатель спрятан под пластиковую накладку, а здесь прям видно все, все вот эти вот внутренности» «И это прям настолько сексуально, как будто ты чувствуешь, что это реальное сердце» «А там, ну, сомнения какие-то закрадываются» «А давай, кстати, вот сейчас я погазую на ней и ты посмотришь, как тут все вздымается» «Пять и четыре литра, между прочим» «И, конечно, мне очень нравится ее динамика» «Прям сейчас она максимально плотно цепляется за дорожное полотно и прям мчит, как гепард» «И особенно это с места чувствуется» «Надо ее обязательно на диностенд поставить» «Мне дико интересно, вот спортивно интересно, мне сколько лошадок в ней сейчас» «По динамике вопросов вообще нет» «Мы будем менять на ней движок» «Не потому что этот плохо работает, а потому что из-за того, что на ней сейчас движок стоит рестовый» «А она дореста у нас» «Могут проблемы с документами у будущего владельца» «Поэтому, чтобы никаких проблем и нареканий не было, мы поменяем моторчик» «И будет у нас новым сердечком бегать, прыгать у нас» «Мотор перебирается сейчас, ее прошлый» «Тоже будет в идеалке, я надеюсь» «Ну, Алексею вы знаете, Алексею можно доверять» «Он прям видно, что дельный человек» «Это снова Алексей» «Леша, вы помните по проекту «Возроди легенду Нива» «Мы познакомились с ним абсолютно случайным образом» «Через нашего автоподборщика Владимира» «Леша оказался очень приятным человеком и, что главное, с золотыми руками» «Прикиньте, на первой встрече, увидев, что он творит, в хорошем смысле, с машинами» «Я в шутку предложила работу» «Пути Господни неисповедимы» «И предложение из статуса шутки перекочевало в статус «люблено, работаем» «И теперь Леша занимается родным мотором нашей Е38» «Мотор в надежных руках» «Что мы сегодня будем делать?» «Мы сегодня разбираем блок двигателя, вытаскиваем поршневую группу и вытаскиваем коленвал, чтобы все промыть, очистить и заодно посмотреть в каком состоянии кольца, в каком состоянии вкладыши» «На данный момент я вытащил уже поршня, вот в таком они состоянии» «Кольца идут под замену, они просажены, это видно по саже на поршневой группе» «Идут два кольца компрессионных и одно маслосъемное» «Маслосъемное, оно уже не работало как нужно, поэтому масло закидывало наверх тоже» «Также снята головка блока одна и вторая» «По нагару мы видим на клапанах и в камере сгорания то, что маслосъемные колпачки уже тоже в негодности» «И они будут меняться» «Вот детали, которые уже очищены, отмыты и в принципе готовы к установке» «Осталось только прокладочки, которые сюда идут, вот сюда, также вот сюда» «Это все будет ставиться новое» «У нас останется доразобрать блок двигателя, тоже отмыть его, чтобы он блестел» «И две головки блока, одна у нас вот здесь, еще не разобрана, потому что она разберется, после этого будет мыться» «И также это все с этого двигателя» «Тоже будет мыться, чиститься, также вскрываться будет генератор, он на водяном охлаждении» «Почему вскрываться?» «Потому что в нем есть эмульсия внутри этого генератора» «Вот его тоже придется вскрывать, весь мыть, чистить, проверять, работоспособность, также собирать» «Немножко подожженные, но задиров нет» «Вот сейчас мы вытащили поршень, и я вижу то, что два замка на кольцах, они не должны так стоять» «Они должны стоять друг напротив друга» «Чтобы создать компрессию, компрессия не ушла через замки» «Она уходила через замки, потому что они рядом находились» «У меня есть знакомый, которому нравится запах горелого масла» «Я не понимаю такую вещь» «Вот я даже выкручиваю, посмотрите сколько грязи то вылазит вместе с болтом» «О, вообще еле вытащил» «О, такие должны быть везде, сухие болты» «Они такие» «Болт куличика, вот нормальный человек» «Но вкладыши в хорошем состоянии, без мусора, без песка сюда еще не успела попасть эта грязь» «А вот здесь есть борозка, где наезжена» «Это говорит о том, что соринка попала туда и стала крутиться» «И она немножко заграла» «На двигателях на коленвале ставятся полукольца» «Вот язычок, если я его шатаю, вот такого не должно быть» «Когда здесь выработка на этом колечке, коленвал начинает туда-сюда ходить» «А тем самым увеличивает износ» «Вот оно, это кольцо, полукольцо называется» «С одной стороны и с другой стороны» «Мы их тоже поменяем» «Сняли коленвал» «Коленвал крутится на этих вкладышах» «При снятии я уже вижу здесь вот соринку, которая уже упала туда» «Вот это масляный канал» «Масло должно поступать через это отверстие и смазывать крутящий момент» «Но так как здесь грязь, масло сюда поступало очень минимум» «И была вероятность того оставить задиры, так как они есть на этом вкладыше» «Сейчас мы посмотрим» «Вот она полоска, это полоска от грязи» «Все будем чистить, продувать, мыть» «Чтобы все каналы были чистые и свободные» «Вот она грязь» «Вот на масляных каналах тоже грязь» «Такого быть не должно» «Ребята, привет» «Я извиняюсь сразу за свой слишком яркий макияж» «Мне просто было очень лень его смывать после съемки» «Кстати, с этой малышкой» «Поэтому лицезрите меня такой» «Надеюсь, это не так страшно» «Прошло две недели с момента, когда я видела Бэху» «Потом я ее загнала в БГТ» «Как вы помните, у меня был жуткий осадок, что машина не готова» «Ну ебашу мать» «Машина постояла две недели, не просто так, БГТ» «Я сфоткала абсолютно все косяки» «И сказала, ребята, нужно очень постараться, чтобы справиться» «Я просто молюсь на это» «В итоге, помолившись, меня услышали» «Почти все было исправлено» «Почему почти?» «Потому что я поняла с этой машиной одно» «Сколько бы ты старую машину не делай» «Если ей больше 20 лет, она будет все равно выкидывать какие-то ошибки» «Мне это сказал Дима» «Мне это сказали люди, которые собирали такие машины» «И мне стало тоже из-за этого очень грустно» «Потому что я профессионист и мне хочется видеть эту машину идеальной» «Особенно, если я вложила в нее такое количество денег» «Прямо сейчас сюда приедет Давид» «Тот самый Давид, который делает самые лучшие мемы про тачки» «И также у него есть такая же машина, только 740-ая» «И она в очень хорошем состоянии» «И я для себя хочу понять, в чем разница моей машины и его машины» «Его машина сейчас типа оценивается где-то в 3-3,5 миллиона рублей» «Сколько денег он в нее вкинул, мы узнаем чуть позже» «А после этого мы поедем смотреть тачку по низу рынка за 300 тысяч рублей» «И какая будет разница этой тачки за 300 тысяч и этой, в которую вбухали 4 или 5 миллионов рублей» «Почему 4,5?» «Потому что я уже сбилась со счету, надо обновлять смету, мне лень опять же» «Но, короче, 4,5 – это примерная сумма» «Это вторая часть нашего большого видео» «Оставайтесь с нами, не переключайтесь, не перематывайте» «Потому что очень много пасхалок будет важно, которых реально важно смотреть и не перематывать» «Просто глубина просмотра решает в плане Ютуба» «Надеюсь, вы меня поймете» «Короче, погнали» «Ставим лайк», «Пишем комментарий» «Бэм» «В смысле?» «Там что-то капает» «Да это кондер» «Это кондер» «Это кондер» «Точно» «Ничего, подождем Давида, сейчас как раз она там постоит, охладится» «Дорогие мои, от всей души хочу, чтобы вы посмотрели эту часть видоса» «Давид даст беспристрастную оценку этой машине, то бишь выскажет все, что думает, не кривя душой» «Честно, когда мы снимали этот фрагмент, я волновалась не по-детски, как будто дипломную работу в универе сдавала» «Ей Богу» «И мои волнения были оправданы» «Давид дал неоднозначное заключение» «Стоит ли из-за этого расстраиваться или нет?» «Смотрите и решайте вы в комментариях» «У тебя лодка, конечно, нормальный» «Привет» «У нас она уже потекла при виде тебя, смотри» «Она почувствовала просто» «Да это конденсат, это кондиционер же работает» «Это норм, да?» «Мне кажется, у тебя она так не течет» «Ну, бывало» «В принципе, все машины вот эти, которые старые, не зависят от того, у нее пробег 50 тысяч или она там постоянно каждый день ездит, то есть повседневная машина» «Ты с этим ничего не сделаешь, ты просто пока всю машину по кругу не поменяешь до конца» «А пока ты будешь менять ее по кругу, начнет ломаться то, что ты поменял начнешь» «Зачем я вызвала тебя сюда, на эту сходку?» «Я хочу реально сравнить вот твою машину и свою машину» «Своя машина, когда я начинал делать свою, была как образец того, что мы хотим видеть в конце» «А расскажи, пожалуйста, чтобы вкратце те, кто не смотрел тот видос» «Картинка, да» «Картинка была про вот эту машину, что она из себя представляет» «Я ее купил в 2017 году, я ее купил просто типа по фотографиям «Мы просто общались с владельцем, так как у меня была точно такая же» «И он мне в один момент говорит, я типа хочу продавать машину» «Так как машина находится в Красноярске, я в Москве, у меня как бы перед носом свадьба» «Я типа блин, ну я ее в итоге купил» «Цена приезжает, она в офигенном состоянии, я типа в шоке» «И вот с тех пор всем рассказываю, как мне повезло» «И она у тебя стоит вот уже сколько?» «Ну 7 лет, то есть она у меня зимой не ездит практически, у меня все это время всегда была вторая машина» «Ты купил ее на пробеге какого?» «190 был, сейчас 215, то есть за 6 лет я там проехал в районе 25 тысяч» «А ты что-то менял, когда ты ее купил?» «Здесь мотор V8, М62 ТУ, я там менял цепи, все прокладки, я его перевоплотнил, сделал огромное ТО «Поменял все жидкости, там коробки, все-все-все-все-все» «В районе по-моему 1300 мне это обошлось» «Именно вот одномоментные вложения это, пожалуй, наверное, самое крупное» «Все остальные вложения это были просто типа там, ну что-то увидел, там новая какая-то запчасть «У меня она в принципе нормальная, такое подошел, приложил, типа ну да, наверное поменяю» «И просит» «Так, мне кажется, что надо приступить к осмотру» «Чтобы люди просто понимали, она сейчас стоит, ну, больше» «Дамы три» «Ну я не знаю, слушайте, ну какой неадекват случайно придет, она стоит дороже» «Чем я ее покупал» «Кстати, Давид не видел тачку» «Да» «Ты же видел, когда она была максимально в ушах» «А потом мы уже посмотрим его машину и сравним эти две» «Let's go» «Да, только у меня один вопрос, мне как прям старый дед, который придирается или вот, ну типа» «Давай ты на камеру будешь не старым дедом, а когда вне камеры, ты мне скажешь» «Ну вы там потом на монтаже как бы сделаете» «Нет, нет, нет» «Ну что, давай» «Ну что, давай» «Ну смотри, вот спереди, спереди в принципе» «Вам удалось поставить все туманки ровно» «Я даже не удивлюсь, если у вас все крепления на месте» «Вот здесь, я вижу, иногда моргает» «Да, он в аккурате» «Бампер прикольный, в принципе» «Ну не прям мега суперси, не прям суперкруто» «У меня тоже не ровно он висит» «Ты про то, что стыки» «Да» «То есть вот эти зазоры, они типа» «Зазоры есть» «Да» «Вот здесь вот, о, есть уплотнительная резинка, молодцы» «Вот эта вот резиночка» «Да-да-да» «Она у всех отсутствует, у вас она есть» «Это уже как бы хорошо» «Чтобы грязюка не заползала» «Я думаю, ты сама видишь» «Скорее всего это после бойки» «Во-первых, да» «Во-вторых, мне кажется, что они горят» «Левая горит чуть тусклее, чем правая» «Здесь она как будто матовая» «Хотя все стекла менялись» «И они все еще полировались дополнительно» «В смысле, это снаружи» «Типа» «Нет, это внутри» «Это внутри» «Ну окей, слушай, это типа» «Но это Рик, видишь, Бош» «Да» «Не, я не спорю» «Как тебе ЛКП» «У меня если машина с 5 метров выглядит хорошо» «Мне больше и не надо» «Ну прикольный» «Вот вопрос такой» «Мне говорят, что вот это типа норм» «Вот это вот» «Вот это вот» «То, что это пустое, да, это норм» «Это норм» «Да» «Я просто сказала, блин, убирайте, чтобы здесь не было этих пустот» «Как будто бы это норм» «Нет, нет, ну типа, да, да, норм» «Видишь, вот у меня» «У тебя тоже так» «У меня даже там есть щель, у тебя они даже сидят лучше, чем у меня» «Вот смотри» «Позитиво» «Вот это вот резинка» «Да» «Очень большой плюс, что она здесь есть» «Потому что ее практически ни у кого не бывает» «В сборе с вот этим вот молдингом» «И вот лет пять назад он один стоил 30 тысяч» «Смотри, то, что здесь молдинг такой матовый чуть-чуть» «Ну, знаешь, у тебя должна быть частичка «Майбаха» в машине, правильно?» «Почему «Майбаха»?» «Ну на «Майбахах» же тоже они облезают» «Ты видел никогда, что ли?» «Нет» «Все «Майбахи» в Москве посмотрите таксичные «Которые в таксих» «Они облазят все, да» «А вот смотри, вот эти нижние молдинги» «Мне не нравится, что они вогнуты» «Мне нравится» «Нет» «Мне не нравится, что они чуть-чуть по высоте не совпадают» «Но в целом, как бы я говорю, ребята молодцы, что они их смогли подогнать» «Ну, практически максимально ровно» «В большинстве случаев они типа все вот такие кривые косы» «У тебя очень даже неплохо» «Я бы оценил это на четыре с плюсом из пяти» «Даже так?» «Да» «Все, кстати, тоже заедают багажник иногда» «Да» «Потому что там недравлика» «А, нет» «Тя же жирная машина» «Вот это все прикольно достаточно выглядит» «И вот тут вот хочу сказать очень большой плюсик» «За то, что вот эту часть оставили матовой» «Угу» «Как по заводу она должна была быть» «И смотри, да, кстати, оригом мы поставили, запарили» «О, огонь» «Блин, вот мы специально все тяжелое положили, зная, что я дрыщ, чтобы я это не поднимал и не видел, что поднимет» «Ну да» «Колесо там, здесь аккумулятор» «Конечно, я это все не подниму» «Давай я помогу тебе» «Нет» «Либо ты можешь поверить низко и просто, ну, поверить, там нормально» «Честно» «Точно» «Да» «Это потом ко мне без претензий» «А у тебя она закрывается не с кнопки, что ли» «Нет, это у меня нищая машина, это у тебя V12, это у тебя тут царская королевская» «Марин, ты нажми на кнопку и она закрывается, и это сложная система вот этого» «Да» «Только можно пальцы убрать, я как бы, я верю» «А то, что, ну, вдруг, мало ли, вдруг потом» «Ой, слава богу, она закрылась» «А больше она у нас не закрывалась» «Ну, что, здесь, в принципе, я думаю, зеркально перемещаясь на ту же сторону» «То есть, да, вот эта же вот резинка, молдинги от Майбаха» «Всё» «Вот здесь вот единственное, видишь, чуть-чуть выпирает» «Да, да, да» «Ну, типа, окей» «Тормоза есть, как бы» «Давай, кстати, пробьем по Винотру» «Давай, да» «Объясним, зачем нам СТС-ка» «Мы хотим посмотреть, что в этой машине было» «Да, сейчас проверять будем всё» «Мы решили посмотреть, что у неё по Вину должно быть в комплектации» «Насколько она жирная, нежирная» «Проверяем» «Первое, что бросается прям очень сильно в глаза» «По Вину у тебя должен был быть серый салон» «Здесь он у тебя чёрный, но я понимаю, что это дань уважения в проекту» «Project Boomer» «Boomer, you know» «Поэтому всё окей» «У тебя есть опция регулятора дорожного просвета» «Что это означает?» «Если у тебя здесь ещё родные амортизаторы и тебе понадобится найти новые» «Ты превысишь ещё немножечко свой бюджет и будешь очень сильно нервничать» «Я, конечно, не знаю, что там сейчас стоит» «Скорее всего, там хорошие амортизаторы и что они дают» «Или у тебя в салоне садятся сзади люди, или в багажник там кто-то садится» «Она поддерживает заданную высоту клиренса» «Как бы ты её не приставал, она будет как бы держаться на своём» «Полторы тонны там, может быть, если чё» «Shadow Line» «Он у тебя отсутствует, но как бы респект за хром» «У меня как бы хром, но он мне нравится» «Да, мне тоже нравится» «Лобовое у тебя, а, ну да, типа зелёное» «Оригинал» «Да, у меня тоже, новый» «Контурные сиденья» «Вот это самый топ, и я тебе даже не завидую, что у тебя их нет» «У меня их тоже нет, но я с этим смирился» «Это гибрид, типа, спортивных сидений и комфортных» «Офигеть, ну это круто» «Но в них не было массажей, вот в этих были массажи» «У меня даже спидометр есть» «Да, конечно» «Ничего себе» «Ксенон» «Вебаста у тебя есть где-то, наверняка» «Какая паста» «Вебаста» «Ну, веб-паста» «В интернете можешь смотреть пасту» «А-ха-ха, я, кстати, этот Callgate люблю» «Бортовой монитор с телевизором» «Мне реально очень знакомый Вебаста, ты что» «Вот раньше же автозапуска не было» «Да» «У тебя поддон с маслом, он начинал прогреваться перед тем, как ты сядешь в машину» «Был такой пульт» «Я вспомнила, да» «И там еще написано, где-то должно быть вебасты» «И мы проверяли, и это есть» «Капот не соврал тебе» «Бортовой монитор с телевизором» «Система навигации» «Система ввода голосовых сообщений» «Умоляю, даже не вздумай начинать с этим разбираться» «Радиоприемник» «Сиди-ченджер» «Хай-фай с ДСП» «Давай-ка проверим» «Он у тебя на месте» «Это что» «Видишь, вот здесь вот больше понятно будет» «То есть на обычных тридцатьвосьмых вот эта вот полка, она как бы чуть более пологая» «А вот здесь вот по два динамика таких расположенных» «Это типа топовая система, на те времена считалась» «Аудисистема» «Да» «А все, у тебя больше нет опций» «Ну все, на этом моя локширная жизнь закончилась» «Я забираю свою СТСку» «Давай ты сядешь в салон и посмотришь, какая она в салоне» «Давай» «Только вьетнамские фирбеки» «Ты всегда такая низкая» «Да я очень плотно сажусь» «Я первый раз в жизни сел к кому-то и отодвигаю кресло назад» «Вот эта кожа, это типа считается топовая» «Да, которая селячая такая» «Дерево вообще топ» «Я не знаю, кто его делал, но типа сделали, прикольно» «Я бы махнул еще кнопочки» «Мне показалось, что классно будет оставить вот эти вот, потому что они, знаешь, добавляют какой-то раритетности» «Антураж» «Видишь, он чуть-чуть, мы его взяли с японской машины, мы специально его не стали перешивать» «Он будет толще еще» «Во-первых, да, а во-вторых, он как будто прикольный, даже с учетом того, что он чуть глянцевый» «На самом деле, вот это самый удобный руль из вот этих поколений» «Да, да, да, как тебе состояние кожи?» «Слушай, ну…» «Потому что ее реставрировали, она была ужасная, она была просто…» «Я даже не сомневаюсь» «И типа дверные карты тоже были вообще в труху» «А дверные карты их что, их шили?» «Поставили от машины с меньшим пробегом, опять же японской, спасибо баварскому гаражу» «Вот эти вот углы, они всегда какие-то бодранные» «Да, и вот здесь вот еще она тоже…» «Да» «Пожди, а с этой торпедой, я так понимаю, типа просто…» «Торпеду тоже, мы подвосстановили вся кожа, которая была, ее всю восстанавливали» «Вот здесь вот я обнаружил…» «Извините…» «Ты только что мне лобовое не сломал» «Сейчас лобовое, да, тут…» «Докапываться?» «Да» «Вот смотри, вот тут клей вот, знаешь почему?» «Ммм» «Потому что она от времени трескается, вот эта штучка, и выскакивает оттуда» «Знаешь, почему я такой умный тебе рассказываю?» «Потому что у меня треснуло» «Да» «Разреши сделать тебе подарок, пожалуйста» «Что?» «Ну это что это?» «Это гульфик» «Ну что это такое?» «Это завшевый гульфик» «Пожалуйста, давайте я кожух свой подарю» «Я купил новый только что, я его сниму и подарю тебе его» «Пообещай, пожалуйста, пообещай» «Это не солидно» «Хорошо, я так и буду тебе сделать одолжение» «Ну этот можешь подарить ребятам потом, чтобы типа вот если надо» «Так это как раз и кожа из машины получается, как мы и хотели» «Дарить кожу из машины нашим подписчикам» «Вот» «Сделано очень круто, прям реально очень круто, я бы даже возможно там же сделал свой потолок» «Но вот это вот не совсем прям именно та ткань, которая должна была быть» «Но опять же» «А какая, она должна быть в мелкую сетку» «Она знаешь такая, типа бархатная такая» «Вот это уже от более современных моделей» «Так, ну что, общая оценка какая» «Не, хорошо все» «Я честно, я ожидал худшего» «Блин, просто вы стоите» «Это лужа» «А, кстати» «В Байкал» «Как дела в целом, ребят» «А, подожди, дай капот открою» «Сейчас будет сок, я даже тебе его открою» «Я умею открывать капот» «Ну еще бы» «Я бы научился с 38-й» «Базара нет» «Ну что, прикольно» «Все клипсы на месте» «Красота» «А я без вопросиков» «Молодцы» «Вопросов нет» «А, не, подожди» «Что» «Вот этих двух штучек не хватает» «Вот тут две пластмасски должны стоять заглушки» «А здесь и вот здесь» «У тебя они есть» «Само собой, разумеется» «Иначе бы я не открывал свой рот» «Так» «Вот, видишь, вот такие вот» «Ну типа, как бы» «Это, я говорю, это старый детский дом» «Блин, В8 так по-другому выглядит» «Ну да, он такой малыш прям совсем» «Да, там мне нравится, что вот эти вот чугунные такие» «На не чугунные алюминиевые распорки» «Нам нужна какая-то общая оценка» «Вот сколько ты дашь баллов ей» «Если условно сложить бюджет, результат машины, которые существуют» «Я бы, наверное, поставил 7 из 10» «То есть 10 это когда в тачку впадывают непомеренные деньги» «Да» «И она в ней все меняет» «Вот просто вот каждый болт» «Ну почти все» «Почти все» «На другой бехи семерки, понимаешь» «А это вы типа купили просто кататься» «Это друга, это не моя» «Он только в Испанию, только-только вчера улетел» «Он не успел продать» «Жить что ли?» «Да, он уже уехал, все» «Повезло человеку» «Но он ей владеет сколько, три года» «Да, это мечта детства, тридцать восьмая» «Ну вот у нас как раз те, кто нас смотрят, они тоже по этой машине очень сильно плывут» «Можете про нее рассказать?» «Я помню, что она трехлитровая, да» «Три, пять» «Ну, три, пять, да» «Три, пять литра стоит она за триста с лишним тысяч» «Триста тридцать пять» «И пробег у нее что-то там» «Триста три тысячи» «А это оригинальный пробег» «Да» «Вот, смотрите, здесь отсутствует эта штука» «Сразу Гилина начала смотреть на эту резинку» «Да, она вот здесь зажевана» «То есть ее здесь нет» «И здесь потрескался кузов» «Зато у нас здесь вроде как нормально сохранился хром» «То есть хром, кстати, у нее хороший» «Давайте откроем капот, посмотрим» «Так, смотрим» «Ну, тут чуть-чуть детейлинг сделать и все, в принципе, нормально будет» «Вон щупчик у нас» «Такой более компактный, да, движочек сразу видно» «А что по движку делали?» «Там он много чего делал» «Он и прокладка несколько раз менялась, потому что у нее помойка масляная есть» «Она давила прокладки» «Движок он не этот» «Ну, короче, на него денег не жалел» «Он старался прям максимально с ним все делать» «А это прям его машина на каждый день?» «Да, да, да» «И она его прям не подводила, да» «Подводила, конечно» «Это же боевое» «И как она подводила его?» «Рассказывайте» «Сразу вижу, опа, спасательные крюки наши» «С маслом тогда были приколы у него, я же говорю» «Маслопомойка зимой забилась и все» «Он завел, постоял, у него прям масло все потекло» «На эвакуаторе, в сервис» «Ну, какие-то такие мелкие были» «То есть не прям, чтобы прям на крупняк, на капиталку попадать» «Тут у нас это все прошло сюда» «Вон там еще снимай» «Вот, вот они тоже там, рыжичие у нас» «Я думаю, вот это надо снять» «А что это?» «Это фильтр или что?» «Ну, это не фильтр, это больше как помойка масляная стоит» «Собственная» «Да» «Через нее хотя бы конденсат не скапливается» «Это какой самодел?» «Я так понимаю, что да» «Что у нас по герметичности оптики» «Он, кстати, отсутствует брызгалка» «Смотри, как здесь бампер выпирает» «Опа» «Ну, кстати, одна противотуманка не горит» «Но оптика до такого километража как будто бы более-менее нормальная» «Оооо, она горит ярче, чем моя, мне кажется» «А, ну это дальний он сделал просто» «Это ты дальний, да, сделал?» «Да» «Прикольно, а что за тапки» «Восемнадцатый, по-моему, семнадцатый» «Умирается, как вот здесь такая хромированная, хромированный обод идет» «И он тоже такой веселый» «Как бы сказал Давид в «Майбах-стиле»» «Что у нас по пружинам?» «Пружины чуть-чуть у нас тоже брыжиков» «А пороги какие?» «Пороги переваривали» «Да?» «Прям в прошлом году, да» «Как учили меня великие люди» «Делаем вот так» «Ну видно, что она уже поездила, конечно» «Даже в случае того, что вот здесь совсем все плохо» «В начале получается» «Вот, кстати, по кузову внешне, чисто внешне» «Если особо не придираться» «Да, у нее есть нарекания по порогу» «То есть он весь каких-то самодельных» «А, ну здесь нету просто накладки, да» «Она куда-то у нас улетучилась» «Здесь просто пороги стоят неродные» «Они как будто были просто откуда-то сюда вставлены» «Молдинг, кстати, хорошо ровно идет» «Смотрим, что у нас в салоне» «Вот интересно, такое пятнышко» «Это такое тоже» «Это просто дизайнерское решение такое» «Мне очень нравится вот эта вот антуражность атрибутов, которые есть в Е38» «Вот эти вот какие-то, ну, то ли четкие, то ли еще что-то, кресты» «Обязательная пахучка» «Кофе лежит там, кофейные зерна» «Прикольно» «Аккуратненько мучающее» «Здесь даже сохранился, сохранился этот телефон» «Да, и он, в принципе, даже и работает» «Да, вот здесь у него горят, смотрите, у него горят эти» «Туда надо как сим-карт вставить его, включить и все» «Он даже заморачивался насчет этого» «Ну, это, это прямо достойно уважения, потому что даже у нас он пока не включен» «Так, потолок у нас, ой, я честно не могу понять, из чего потолок где он» «Как будто это, а нет, вот иконки, иконки есть» «Все крайне» «Свет горит» «Ну, такая видно, что машина, она прямо вот использовалась каждый день» «И она была как вторым домом вот таким» «Дерево потрескалось» «Кассетник у нас куда-то уехал туда, вглубь» «Чуть-чуть не работает монитор» «Потрескавшаяся кожа» «Очень сильно потрескавшаяся кожа» «И вот это как раз буйволинная кожа, потому что, видишь, она такая более грубая» «А та кожа, которая у нас, она телячья» «Ну, мне кажется, видна разница, потому что рисунок другой, она выглядит более грубо» «Так, а работает?» «Дай посмотрим, работает или нет» «Там закрывается» «Открывается» «Хорошо, прям, ну, без нареканий» «О, и смотри, кстати, спидометр и тахометр без этого колхозного ободка хромированного» «Наду срочно снимать с нашей машины это все» «А что вот это такое?» «Газ» «А она на газу?» «Да, я же говорю, у нее ГБО полностью обслуженная» «Машина на газури, вот это да» «Она, то есть, очень такая, экономная, да» «Вот, видишь, насколько видно, что они неродные?» «Порожки наши все вот эти вот» «Не закрываются» «Оцениваем кожу» «Кожа как у нас чувствует?» «Ты-ты-ты» «Я думаю, разница видна» «Давайте еще переместимся в багажник, чтобы окончательно утвердиться в том, что разница есть» «Так» «Ой, какой он тяжелый» «Ой» «Ну, багажник чуть-чуть прочистить и все будет супер» «Посмотрим состояние плейса под аккумулятор» «Ой» «Ну, чуть-чуть заржавело, конечно» «Ну, мы на самом деле, когда смотрели Е38, когда эту смотрели, те ребята, которые смотрели нашу первую серию, помнят, что мы прям очень детально просматривали именно эту зону, потому что она очень часто, вот именно где аккум стоит, была вся ржавая» «То есть, знаете, это как такой маркер» «Открыл, посмотрел» «Если тут все фигово, то дальше можно и не смотреть» «Но здесь еще не все так фигово, на самом деле» «Так, тут тоже у нас идут рыжики» «И обивка чуть-чуть отходит» «А там, кстати, дисковод, да» «Да, да» «Жив цел» «Ну, вроде, может, даже и работает» «Там даже, по-моему, какие диски» «А интересная запаска есть здесь» «Там газ» «Вот этот баллон» «Фига» «А, он в виде запаски, да» «В форме запаски» «У нас, кстати, все вот это вот тоже переварено» «Для запаска» «Миссия под запаску» «Что я могу сказать» «Машина на свои деньги, она хорошо выглядит» «Во-первых, наша покупает за 420 тысяч, и она все-таки 5,4 литра» «Это же 3,5 литра» «И на свои деньги она выглядит хорошо» «Но если сравнивать, конечно, эту машину и эту, в которую было вложено просто испаринское количество денег» «Ну, разница, мне кажется, видна» «Ну, просто пропасть» «Между ними пропасть» «И она еще с той стороны, по-моему, закоцана, да?» «В аварии как будто была чуть-чуть» «Вот тут» «Что-то притерли его кто-то» «Да, причем так сильно достаточно» «И из-за этого еще краска начала отходить» «Да, да, да» «Такой чистый собезубый тигр» «Ура» «Мне как будто отлегло» «Ребят, если что, эта машина продается, и когда выйдет этот видос, мне кажется, она еще будет продаваться, поэтому вот» «Спасибо, Андрей, что показали» «Вашему другу большой привет от БМВ-клуба» «И ведь даже в такой кондиции Е38 внушает уважение и трепет» «Вот что значит культовая модель» «Сейчас будет обзор на тачку Давида» «На машину, которая стоит примерно 3 миллиона рублей» «А подкапотка?» «Давайте сразу посмотрим» «Конечно, здесь у нас чуть-чуть пусть» «Но все-таки Давид не проездил 25 тысяч километров» «Это нормальное состояние» «Тем более ты ездил еще в Дубае, как я понимаю, на ней» «Поэтому тут немножечко песка есть» «Мне подкапотка, в принципе, нравится» «Единственное, что мне нравится, что у тебя V8» «Сразу видно, что на последний день я покупал машину» «Так и было» «Мне нравится» «А ты можешь врубить их» «Да» «Из-за того, что это американка, у нее вместо габаритов загораются вот так поворотники» «Для блатных пабликов на туманках и вот на вот этом двигаться» «Делать фотки, каждый пост можно…» «Да, любой текст писать» «Ну тогда окей» «Имбовая машина» «Да» «А ты можешь включить ближний свет» «Ты что слышал, да?» «Я ей сказал «имбовая»» «Имбовая» «Так» «Ага» «У тебя прямо такое похолоднее от свет, чем у меня» «А я менял лампы» «Я, кстати, не знаю, что утверждать, что из них должно быть верным светом» «Ну что нет, что не так» «Нет, я просто смотрю, мне показалось, что там вода, но там нет воды» «Это не слезы, это просто вода» «Фары, вот ставлю им типа пять, прям вот хорошие фары» «Молдинги, тут все хорошо по хрому» «Я не понимаю, у тебя чуть-чуть другие тапки, у кого правильные тапки» «Ну у всех и ни у кого» «В бумере были вот эти» «Это называется пятнадцатый стиль» «Ну вообще они ставились только над арестах» «То есть по-хорошему они не у меня не должны стоять, не у тебя не должны стоять» «Так что если прям выбирать, то у тебя более правильные» «А то, что у тебя поворотник оранжевый, это отсылка к Америке» «Это все» «Нет, тут в ВИН-коде прописан оранжевый цвет, соответственно они оранжевые» «Разрешите к вам прикопаться» «Давай» «И как я понимаю, у тебя shadow line» «О, как оно скозыреет» «Ну допустим» «И у тебя вот здесь вот, как я вижу, все как бы по ГОСТу» «Да» «Но вот тут у тебя молдинг как бы, он должен быть не хромированный, а сделан в антихром» «Но мне нравится вот этот стиль, когда у тебя чуть-чуть хромированного есть» «И как бы есть какой-то акцент» «Я выражусь словами Тинькова, что я так чувствую» «А, и вот так должна быть, да она» «У меня тоже их не было» «Это чуваки делали на заказ именно партию под 38-е» «Так и должно быть, да» «Нет, так не должно быть» «Вот еще один минус» «Ну и что, ну вот два уже минуса, допустим» «Ну да, считаем дальше, загибаем пальцы» «Потом что у нас дальше» «Ну бампер грязный, да» «Да нет, нормальный бампер у тебя четко начинаешь» «У меня, кстати, не автоматические, то есть ты забыла» «А-а» «Я думаю, ты помнишь» «Бит стайл, да» «О, это новый руль» «Он с пробегом полтинник» «Можно» 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 «Я уже начала его доставать еще до вопроса» «Само собой» «Блин, ну да, он такой мини, конечно, глядцевый» «Идем дальше» «Ну здесь все зеркально так же» «Давайте залезем вовнутрь» «Кожа у тебя здесь чуть-чуть похуже, чем в моей» «Ну, ты ее не реставрируешь» «Ну, я буду весь салон полностью шить» «Я знаю уже примерно, где и что буду делать» «Я просто пока морально собираюсь с деньгами» «Тут у нас, это что у тебя дерево, не дерево, да» «Ну да» «Что, а почему?» «Ну, я знаю, что это может быть» «Аквапринт» «Нет, такое аквапринт, это дерево» «Аквапринт» 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 «А ты, ну, в принципе, ты человек, который разбирается, да, отличает дерево от аквапринта» «Нет» «Ты сказал, что ты шаришь в этой теме» «Я не отличаю, просто знаю, что дерево» «Зачем мне разбираться, если у меня нет аквапринта» «Не, просто ты сказал, что у меня классное дерево» «Значит, ты, ну, как бы понял, что это дерево, да» Я называю дерево, что это декор, типа, дерево. Это не дерево? Это очень high-inclusive, эксклюзив аквапринт у меня. Ну, типа, дерево, декор. You know? Так, сразу вижу плюс. У тебя тут кожаный. Да. Кожух. Это хорошо. Эва скоро твой будет. Я его помацю. Не надо. Все отлично. Я уже чувствую, как он у меня там стоит. Вот мне нравится, что у тебя вот здесь вот очень хорошо вот эта вот ложбиночка сохранилась. Знаешь, почему? Потому что у тебя здесь, ну, вообще на 7,50 у тебя здесь должна быть кожа. Правильно? Да, все верно. У тебя это все в строчке. Да, да, да. У меня тут просто, видишь, вот эта вот нищета. А, вот она как. Да, и поэтому, соответственно, оно все сохраняется, но как бы за счет того, что оно более износостойкое. А у тебя получается более жирная комплектация, потому что этот монитор, он как бы больше, чем мой. Да. А зато нету куда кассеты вставлять. Чего? О, о, май! Это что за трансформер такой? И вот это вот. Это инстасамки кассета. Да? Нет. Нормал позишн как раз, это ее новый трек. Откуда? Откуда у тебя такой раритет? В смысле раритет? Вчера. Вчера. Она же сперва на кассете. Эксклюзив. Это демка. Демка? Да. Ничего себе вы с ней близко дружите. Познакомишь? Нет. Так. Посмотрим на воздуховоды. Очень красивые. Вот это вот за это плюс. Без вопросов, да? Да, да, да. Это что, кожа? Нет. Откуда кожа? У тебя 7,50. У тебя все в коже. У меня все в нищете. У меня отделка нищетой. Опция. Так и записана. По вину так и отображается. Да. Там так и записано все. У тебя здесь вот эти вот есть. Ремешочки. Нет. Где ты эстоиску хоронишь? А вот приходится вот тут в бардачке. Какой ужас. Вообще. Короче, за что я могу поставить минус прям жесткий? Это, наверное, состояние сидений. Да. Оно не очень. Но состояние дверей хорошее, потому что здесь, блин, нищета. Ну да. Отделка нищетой. Да. Потом у меня здесь аж несколько положений противотумана. Это потому что у тебя европейка, у меня американка. А плюс вот не поставишь на вот. Видала ошибок? Нет. За это плюс поставлю. Спасибо. Это прям классно. Ну давай, вердикт. Давай. Я ставлю твоей машине. Блин, на самом деле я сейчас поняла, что наша тачка не такая уж и плохая. Если тогда я видела машину Давида и она для меня была мечтой, потому что наша стояла, она в покрасочный цех еще не завозилась на тот момент. Для меня твоя машина была неким вот таким вот идолом. Я понимаю, что блин, тачка-то наша ничем не хуже, а моментами и лучше. Ставлю тебе. Девять, да, наверное? Блин, до десятки не дотянул, да. Меня сейчас засрут в комментариях, потому что скажут, да какой ты там этот эксперт, блин, эксперт мамкин. Я просто ориентируюсь как бы на то, что я вижу. Я бы ей поставила тоже семерочку. Знаешь, за что семерочку из десяти? За молдинг, да. В сборке я могу сказать, что она у тебя более приближена к оригиналу по факту твоего вин-кода, чем моя тачка. Это заслуживает уважения, потому что я прям знаю, насколько это запарно. Тебе просто ничего не надо переделывать. Ее купил и просто она у тебя есть. Если ты ее купил в таком хорошем состоянии, да. Это самая легкая. А если ты купил ее заколхоженной в Хамоне, это сложнее все-таки. Ну, ставлю семерочку с половиной. Я, блин, радуюсь, ребят, я реально радуюсь, что наша машина, она, блин, она не такая ушатанная, как оказывается. Ладно, Давид, спасибо тебе. Порой ловлю себя на мысли, что лучше было бы не заморачиваться, не тратить время и просто купить ту Беху за 3,6 мульта в одном небезызвестном автосалоне и разыграть ее. Меньше нервов, меньше потраченных средств и времени. Но потом я понимаю, что не было бы этой истории. Отчасти поучительной, отчасти смешной, с щепоткой драмы. Все-таки в первую очередь я начинала проект для себя, чтобы соприкоснуться с историей бумера, фильма и олдскульных авто. А потом уже вниз по списку идут контент и розыгрыши. И я благодарна. Благодарна за то, что мне выпала честь через все это пройти самой и показать вам, не утаивая правды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok